Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Юлия Черешнева. Чрезвычайная ситуация сложилась в Магнитогорске. За последнюю неделю под колесами автомобилей погибли три человека. Госавтоиспекторы говорят, пешеходы настолько привыкли к своей правоте, вступая на зебру, что совершенно не оценивают дорожную ситуацию. При начале движения обязательно нужно убедиться, закончили ли маневр транспортные потоки. Если водители еще завершают движение по перекрестку, конечно, лучше их пропустить, потому что водитель в один миг остановить транспортное средство не сможет. И, соответственно, прибегая к экстренному торможению, тоже может произойти дорожно-транспортное происшествие. Возможно, в той беспечности, которую проявляют пешеходы, виновата и лояльное законодательство. Если водитель за каждое нарушение платит длинным рублем, то безлошадный участник движения чаще отделывается предупреждением или символическим штрафом. Показания приборов учета воды следует подавать с 1 по 10 число каждого месяца. Об этом магнитогорцев информирует руководство ЕРКЦ. Тем самым коммунальщики смогут достичь наиболее верных начислений и исключить вероятность ошибок при сопоставлении показаний собственников и общедомового прибора учета потребленной воды. Молодые специалисты магнитогорского медкомбината облеснут знаниями. На ММК стартовал второй этап научно-технической конференции молодых работников. Участники представят доклады в различных секциях – металлургической, коксохимической, прокатной, механической и других. Исследования молодых специалистов имеют практическую направленность и ориентированы на повышение эффективности процессов металлургического производства. В Центральной библиотеке имени Кондратковской подвели итоги викторины «Наши в космосе», посвященной 50-летию первого полета человека в космос. 50 школьников от 7 до 14 лет представили свои работы. Вопросы были не из легких, признаются участники. К примеру, надо было знать, кто вошел в первую шестерку советских космонавтов. Разыскать космические элементы в архитектуре Магнитогорска и найти информацию о суевериях космонавтов. В итоге гран-при взял Артем Зайцев. Ему достался главный приз – настоящий телескоп. У меня с космосом было связано очень много. У бабушки ее папа встречался с Гагариным самым, готовил ему полеты. Папа, когда сказал, что приземлился Гагарин, он сказал ей, доча, запомни этот день навсегда. Собирай все о Гагарине, марки, значки, передавай это все своим внукам и детям. Во-первых, на вопросы ответили. Потратили огромное количество времени. Я потому что видел вопросы, они действительно очень сложные. Нужно было ни часа, ни два посидеть в интернете, почитать журналы, книги, подшивку наших газет, именно наших Магнитогорских, для того, чтобы правильно ответить. Во-вторых, они изучили массу информации, которая касается вот этой страницы. В-третьих, они приложили огромные усилия для того, чтобы празднично, красиво оформить свои работы, потому что это тоже оценивалось. Победителями также стали Станислав Рогачев и Анастасия Демина. В Магнитогорск приедут более 400 талантливых студентов со всей области. 18 и 19 апреля в городе состоится областной этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Конкурс пройдет по пяти направлениям – музыкальный, танцевальный, театральный, оригинальный жанр и журналистика. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи на телеканале «Россия». Сегодня синоптики обещают, что в Шампенуазе днем плюс 6, плюс 8. В Кизильском – до 7 тепла. В Верхнеуральске – 7,9 со знаком плюс. В Магнитогорске – облачно с прояснениями. Дождь временами сильный, днем 6,8 тепла.